Здравствуй, добрый зритель! Если ты любишь обзоры жиротвы, сладкого и прочего, то welcome to hell. Если нет, варить дальше. Никто не держит. Короче, а тех, кто любит. Или просто любит, как я обозреваю, какую-нибудь хрень, или просто любит всё, что я делаю. Приглашай к просмотру. В общем, не была я тут двое суток на улице. Вчера я сюда проснулась познать ищу, зато успалась. У нас такой ливень был, что я никуда не пошла. На площадку тем более не пойдёшь, потому что, если только три вариации тренажёра, но на них всё равно холодно и мокро. Ибо в один дождиком, в другой дождиком, и в третий дождиком можно и потренироваться, и простудиться. И, в общем, короче, я в итоге никуда не пошла. Сегодня я всё-таки планировала заняться уже делами, точнее, вчера меня выпинули. Если очень сильно попросить, то выпинули. Выпинули в перевод, перевод и доделала. Сегодня я планирую доделать 5. Короче, я поняла, что у меня что-то сладкое, потому что сладкое вообще всё съелось. У меня было печенье, я покупала перед деревней, когда ездила, скажем так, с дня до вечера, на полдня буквально, да? Чуть больше, чем на полдня. И, в общем, оно мне как-то не понравилось. У меня ощущение было, что всё, что туда привезли, в тот раз магазин, оно было не совсем свежее. Лучек не привозили. В общем, оно у меня лежит. Может быть, от безысходности когда-нибудь я его съем, или у меня будет вдохновение, я его съем, или кому-нибудь другому оно понравится, кто ко мне в гости придёт, потому что на любителя тоже, да? И ещё одно печенье, я думала, что оно супер мягкое, а оно очень крепкое. И так как бы его вкусно есть, но потом от него и дикая изжога. И надо его или размакивать в молочке, и молочко подогревать, или просто очень горячий чайчик делать, и от безысходности уже всё сожрётся. Я даже свои карамельки сожрякал. Часть я, правда, в сад в своё время снесла, и часть в деревню свезла. Ну и, в общем, у меня осталось одно варенье, всякое разное, включая из лепестков роз, которые я покупала когда-то за две стереи, и мёд. И в сотах мёд, и мёд просто, в общем, горях полный. И пошёл я ещё вчера себе какую-то вкусняшку ваяла в этот, не помню, залила я её или ещё только собиралась. Какой-то на Кукпэде идёт марафон, 15 дней каждый день постишь какой-нибудь самый даже тупой дурацкий рецепт, как было написано. Даже если вы жрать не умеете готовить, ну, в смысле, кушать не умеете готовить, всё равно постите напиток или еда. И я, не знаю, или я запостила, или я только ещё завтра запостила, ну, и вофлудилку я вчера, по-моему, скинула, там я сливки жирные свои смешивала с ягодами, смородиной протёрта. Вкусно получилось, правда, ну, вот мороженое в том консистенции, как вот я люблю, полуталое такое. Видимо, надо больше, чем 3 часа замораживать, может, часу 12. Я когда-то делала себе года 2 назад домашнее мороженое с сливки и сгущёнкой, и у меня оно, в общем, долго, помню, замораживалось, что-то около суток. Короче, сначала я зашла в О-Магнитик, я хотела купить какую-нибудь шоколадку по скидке, по скидке было, но не то, что мне нравится. А без скидок что-то меня тоже не вдохновило, ну, в общем, как-то вот, знаете, иногда хочется какого-то такого шоколада, больше выбора, наверное, шоколада в какой-нибудь пятёрке. Ну, до пятёрки пилить ещё, а у нас дождик второй день. На велике не покатаешься, мокрый, конечно, в прошлом году, я помню, в Вытри ездила на велике, 10 км туда, 10 км обратно, ещё почище дождик был опять, что-то цвет у меня тут поменялся. Хотя, как фонарь горит один, так и есть, что там камера глющит, наверное. Ну, в итоге я сначала купила себе сгущенку, а потом увидела персик, так иду мимо персика, туда прошла, как-то пофиг, обратно смотрю персик. Он так на меня смотрит, говорит, Люля, такой мягкий, пощупай меня, купи, сожри. Я пощупала, купила, но ещё не съела. Потому что у меня там салатики, я что-то сегодня вообще мало ела, сварила себе яичков с мяточку, сделала салатик, там огурчик, помидорчик, петрушечек, огурчик был из холодильника только что. Дубайковский такой, я вообще хотела сварить суп себе грибной, три дня намечала, думала, даже уже сегодня нагуглила в Яндекс, как эти грибы долбаные варить, которые я уже не помню, как их варить. То ли подосиновики, то ли подберёзовики, вот такие слонные ножки длинные, шапочка. А оказалось, они все сплошняком червитошные, то, что меня подогнали ещё в деревню. Ну, не сложилось, а в итоге я как-то сегодня вообще практически не питалась ничем. Одно яичко, маленькую смяточку. Вот у меня там есть салатик, думаю, сейчас бутербургик захомячится с салатиком, и уже, может быть, под тайп сладенькое пожирать. Короче, купила себе сгущёнку, 51 рубль, стоило молоко, сейчас землю, а цельная сгущённая с сахарем, 360 грамм масса нет. Состав у нас тут прозрачный, цельное коровье молоко и сахар-песок в скобочках сахароза. В отличие от той, которую я покупала, сделанную в Мариэл, не знаю, как она будет по вкусу, но кажется, мне сметанинская тоже, ну, в смысле, нравилась сгущёнка. В принципе, та неплохая была, я её захомячила только так, не помню, с чем, с творогом, с чаем, просто так, по-моему, почему-то у меня тут сгущёнка. Сделана она у нас 15 августа этого года, аж совсем недолго, чуть меньше месяца назад. Потом я зашла в... Сначала вообще я поперлась снять бабла с карты с налички, налички, короче, с банкоматика. Потом я поперлась в Тверской, и я хотела там сметаны. Я покупала как-то на размер сметану маленькую такую упаковочку 250, тут, наверное, чуть больше, чем 250. Ну, не знаю, там контейнер 250 миллилитров, сколько уж на самом деле. В общем, вот сметана. 133 рубля, может быть, с копейками за килограмм. В общем, хорошая сметана, по-моему, углическая из какого-то этого, может быть, там, углического сырозавода, может быть, Головинского, я не знаю. Ну, короче, какая-то, по-моему, углическая сметана. Купила я себе ещё сыра. А какой-то сливочный 350 рублей кг. Вообще, я думала сварить макарон, кромсать сыр и похавать с макаронами, а потом подумала, что макароны надо ждать. А тут салат готовый, бутерброд захамячил и, точнее, заварял, и будет мне счастье. И ещё увидела там какие-то, ну, так как я нифига не вижу, я их просто объяснила, я говорю, я не вижу, что там сзади вас, вот, с расстояния метра вам не объясните, мне объяснили. И свешили мне чисто на пробу какие-то печененки с кокосиком, в кокосовой обсыпке. Я поменьше просила, мне побольше свешили. Хотя, может быть, в их понятии это мало. Ну, короче, посмотрим. В крайнем случае, у меня завтра человек к пол-одиннадцатого придёт на пение не играть. Чай-то всё равно пить придётся. Так что, есть с чем чаю попить. Не помню, насколько оно у меня вышло, но, наверное, всё вместе. Вообще, у меня там-то и в магните я с карты платила, у меня тут где-то с телефона чеки-то вообще... Эээ, отодевай, пардон, в кошельке есть. А тут на телефон смс-ки же приходят. Сейчас узнаем, сколько у меня там этот. Короче, магнит у меня 75 с копейками. А этот у меня 237 тоже с копейками. Тверской. А потом, чёрт погнал меня в этот самый, во фортуну. Так как мне хотелось чего-нибудь такого шоколадненького, ну и вообще чего-нибудь, ну вообще в самую последнюю очередь я что-то не заметила. Сегодня у них... А, точно, я думала раньше, это я позже пошла, как-то такая с прострацией была. В общем, в 4 часа у них там приводится хлеб, он ещё мяконький, тёпненький был. Ну, в смысле, он ещё мяконький, но когда мне давали, он был тёпленький. Там вот режут половинки белого. На 207 рублей это у меня всё чаще вышло. Короче, хлебушка купила. Ну, как обычно, куча всяких пироженок. Называется Рафаэла. Обсыпана кокосом. Состав там можно было прочитать, меняемый какой-то. Потом попробую. Потом вот эти шарики, зефирные. Продавец сказала, что попробовала, что они вкусные. Вкусу продавца можно доверять. Я уже, так сказать, протестировалась на её вкусе. Тут белый-зелёный, белый-зелёный. Вот он. И розово-жёлтый. Потом я купил себе одну слойку. На коробочке было написано, что она вчера сделанная. Да, потому что сегодня у нас какое вообще число-то? 25-е. Вчера она сделана была, 24-го. И она ещё мяконькая. И вот такие слойки лучше покупать, когда только-только их сделала. Потому что я пару раз так натыкалась и покупала. Вроде слойка. То есть она там уж неделю лежала, может ещё до этого. Там лежала до того, как сюда привезли. Там с этой базы. Ну, короче, они такие жёсткие слойки. А эта мяконькая. Я подумала, если их вчера делали, то она ещё нормальненькая. Блин, что взрывает. Я так по своему опыту поняла, что как бы это. Лучше всё-таки одну слойку купить. Если понравится, то потом куплю ещё. Так, ещё я купила себе, мне кажется, подобное покупала. С абрикосовой или с апельсиновой начинкой. Сейчас не помню, с чем они. И оно тогда... Ну, в общем, в принципе, я его покупала в деревню из-за хомячего. Тут оно только-только сегодняшнего привоза. Оно в белом шоколате что-то такое. Типа чока-чока. В общем, я-то чока-чока себе три штуки купила. Вот эти я уже покупала два раза. И последний раз, я помню, покупала и как-то переела его. Купила только четыре, поэтому. Мне сейчас показалось, будто у меня камера слегка тормозит. Но вроде как настройки-то не сбивались. Короче, это типа чока-пая. Только вот такие вот фигни. Там тестичка, шоколадничка. И внутри какая-то фигня. А ещё купила сразу две моих любимых пироженки, которые по 15 рублей у них идут. По штучным. Тут у нас вроде как тигрики. Тигриков я уже как-то покупала. Купила ещё. Так что сладкого теперь мне за глаза и за уши хватит. Всё-таки мне вот кажется сейчас, что у меня камера слегка тормозит. Но не знаю, короче, даже так. Залью на канал, там настройки-то я не меняла. Но товарищ Горбушкин или кто-нибудь такой вякнет в комменты. В общем, всем спасибо, кто осилил. Всем много сладкого в ваших домах. Всем пока.